Как можно предсказать рождение ребенка? В каком году родиться? Это будет мальчик или девочка? Знаю всего лишь дату рождения. Интересно, правда? Мы рассмотрим с вами два основных признака предсказания рождения детей. Меня зовут Надежда Калинина, Академия Метафизики. И это рубрика «Предсказательный фэн-шуй». Досмотрев видео до конца, вы поймете, почему в жизни телеведущей Опри Уинфри не было детей, а у певицы Валерии их аж трое. А также научитесь предсказывать рождение детей, как по своей дате рождения, также по датам рождения своих и близких, и знакомых. Наличие звезды детей. Звезда для детей, для женщины – это элемент самовыражения, то есть то, что производит женщина, рождает своих деток. И, как мы знаем, в основе всей метафизики находится взаимодействие пяти элементов. Огонь порождает землю, в недрах земли рождается металл, металл производит водичку, вода поливает деревья и дает жизнь дереву, и благодаря деревьям у нас образуется огонь. То есть получается круг взаимодействия. И элемент, который производит следующий, это и есть самовыражение. То есть для элемента огня – самовыражение земля, для земли – самовыражение металл. И дальше мы идем по кругу. Соответственно, зная, что женщина, например, у нас элемент земли, элемент личности, самовыражение для земли – это металл, значит, звезда детей – это металл. И если мы хотим понять, какого пола родится ребенок, это будет мальчик или девочка, тогда надо запомнить, что самовыражение бывает такой же полярности, как и элемент личности – это дух наслаждения. Все предпосылки для рождения девочки. Если же другой полярности, например, мама – элемент личности я, тогда самовыражение с элементом – это уже будет мальчик. Чтобы предсказать, какой будет пол ребенка, я вам подготовила картиночку. Вот смотрите, самовыражение, которое является духом наслаждения, это вот такая очаровательная девочка. А самовыражение в из-за власти, то есть другой полярности – это вот такой мальчуганчик. В жизни бывает, что приходит самовыражение в из-за власти, у женщины рождается ребенок, но это девочка. А чем это говорит? О том, что девочка, она такая будет, ну такая мальчишеская немножко, она будет такая озорная. Очень много будет таких качеств мальчика. Посмотрим на примере произвольной карты девушки. Где находится элемент ребенка? Есть ли он вообще в карте? Девушка у нас родилась 2 августа 1976 года. Элемент личности – это огонь Ян. Вспоминаем круг Усин. Огонь производит землю. Соответственно, элемент детей, звезда детей – это у нас земля коричневого цвета иероглифы. И посмотрите в этой карте. В столбе года элемент детей, в столбе месяца, в столбе дня. То есть в карте есть все предпосылки для рождения, как минимум, троих детей. При этом мы видим с вами, да, что земля Ян, подписано все, это такая же полярность, как и у данной девушки, данной женщины. Огонь Ян. Соответственно, это будет девочка. Предположительно, что в жизни этой женщины будет дочка. Дальше мы смотрим. Земля Инь. Это другой полярности, так как Ян и Инь. Значит, у нас здесь получается мальчик. И еще один элемент земли, Янской, это тоже девочка. Видите, в данной карте предпосылки большие для рождения детей. То есть как минимум могут быть трое деток у данной женщины. Ну, а дальше уже такое количество детей, или больше, или меньше, зависит от ее желания. Обратите внимание, что элемент детей находится в земных ветвях карты Бадзи. И чтобы точно на все 199% можно было сказать, что родится ребенок, надо, чтобы в небесных стволах также был элемент земли. То есть он как бы и корень у нас есть для рождения ребенка, и также он и в небе появляется. То есть очень сильная энергия детей. В таких случаях мы подбираем такты, годы, где есть небесный ствол с элементом земли. Ну, потому что у данной девушки в земных ветвях уже есть элемент детей. И смотрим, в какие такты может родиться ребенок. Вот посмотрите, вот в небесных стволах приходят с 2035 года и 2045. Но данный возраст уже, это 59 лет, ну, как бы уже считается немножечко поздновато. Значит, мы ищем годы, когда так же представлен элемент земли в небесных стволах. Например, 2008 год, да, вот вы видите здесь земля Ян наверху. 2009 тот же элемент земли, 98, 99. Получается, мы так выбираем дату, период, год рождения детей, чтобы и в земной ветви была энергия для рождения, и в небесных стволах. Бывает, что есть только в небесных стволах элемент детей. Тогда мы ждем, планируем рождение деток на предстоящих годах, где есть звезда детей в земной ветви. То есть нам надо, еще разок повторю, чтобы элементы детей был и в небесном стволе, и в земной ветви. И тогда у нас получается, как бы, как общее формируется, полная целостная энергия. Приходит сильная энергия рождения детей. Да, конечно, мы еще смотрим, на каких фазах, есть ли там какие-то сложности, но это уже немножечко о другом. Сейчас мы с вами должны понять периоды, которые можно предсказать рождение детей. Бывает, друзья, что в картах вообще не представлен элемент ребенка. Но никогда нельзя говорить, что в данной карте, в данной жизни человека не будет детей. Нет, в карте нет этого элемента, но приходят такты с энергией детей, приходят годы, когда есть все предпосылки для рождения ребенка. Активность энергии в часовом столбе карты человека. Почему часовой столб? Именно часовой столб у нас отвечает за рождение детей. И когда происходят какие-то движения энергий в данном столбе, тогда и появляется дополнительная энергия для рождения детей. Обратите внимание, в часовом столбе данной девушки, женщины, у нас элементы металл и инь, это небесный ствол, и земная ветвь, кролик. И когда приходят энергии, будоражащие данный стол, приводящие к каким-то движениям, вот тогда и появляются те предпосылки для рождения ребенка. Что это значит? Активность в столбе часа. В Бадзе есть такие правила слияния энергии, столкновения энергии. То есть, когда приходят энергии, которые каким-то образом сливаются между собой. И вот в карте девушки у нас земная ветвь кролик. Кролик по двойке сливается с земной ветвью собака. Соответственно, в год собаки у данной женщины могут родиться детки. Кролик также входит у нас в тройку. Хай, Мау, Вей. Это свинья, кролик и коза. Легче говорить. Хай, Мау, Вей. И в таком случае, когда приходят вот эти две земные ветви к кролику, то есть, получается, что в годы свиньи, год козы и год кролика активизируется этот дворец. Это тоже предпосылки для рождения детей. Еще есть момент столкновения. Столкновения, друзья, не всегда хорошо выбирать для планирования детей. Тут очень важно, столкновение это полезное или не полезное. Если полезное, то все отлично, без проблем. Если не полезное, то могут быть сложности. Но мы больше любим выбирать периоды слияния. То есть, слияние это любовь. Приходит какая-то энергия к другой хорошей энергии, у них любовь. Вот такие периоды и выбираем для рождения детей. Это когда планируется. А когда не планируется, в такие периоды есть все предпосылки для рождения ребенка. И давайте посмотрим, для данной девушки, какие годы можно было бы ей предсказать, что у нее родятся детки. Это годы. 2011-й. Вот пришел у нас элемент кролика. Видите, точно такой иероглиф, как в столпе часа. Дальше. Это у нас, например, 2007-й. Это год свиньи. Тоже предпосылка для рождения детей. Ну и там 2015-й, например, был тоже для рождения. И вот так, друзья, мы выбираем годы, которые вносят активность в дворец детей. Давайте с вами закрепим наше знание. Допустим, карта произвольной девушки родилась 11 августа 2000 года. Элемент личности у нас металл инь. Видим круг усин и вспоминаем, металл производит воду. То есть звезда детей это вода. Смотрим, есть ли в карте элементы воды. Нет, мы не видим. Значит, мы подбираем такты и годы, когда приходит энергия ребенка. Это по элементу детей, по звезде детей. В тактах элемент ребенка приходит с 2012 года. Но обратите внимание, девочке это и будет 12 лет. И с 12 лет до 22 лет это время, когда у нее может родиться ребенок. И теперь годы. Значит, то же, где есть элемент детей. Например, там год хай, свиньи, год крысы 2019-2020. Ну и дальше также мы смотрим, когда приходит элемент детей. Это было первое наше правило по звезде детей. Второе по столпу часа. Если у данной девушки в столпе часа у нас петух, земная ветвь, значит, вспоминая бадзы, более глубокое свияние, то есть в годы дракона, в годы зверьи, быка и петуха у данной девушки могут родиться детки. Видите, друзья, какое же интересно это бадзы. Вот зная дату, мы можем сразу предположить, какой год, какой период возможно появление детей. Возможно, вы где-то на просторах интернета читали или получали информацию, что если в столпе часа пустота, то это сложности с рождением детей. Друзья, может быть, это корректнее сказать, какие-то предпосылки для сложности, но любая пустота, она иногда заполняется. То есть в картах таких людей, где есть сложности, надо заранее планировать. Это не тот вариант, когда в карте у женщины три элемента ребенка, и ей без проблем родить ребенка в любой период жизни, потому что у нее вся карта наполнена энергией детьми. А есть, как мы с вами уже видели, карты, в которых нет этого элемента. И если и в столбе часа, например, пустота, то это могут быть какие-то сложности. И тут надо уже грамотное планирование, конечно же, знание метафизики. Да, к сожалению, есть такие карты, где, например, элемент ребенка в ловушке, то есть тоже какие-то сложности, но приходят годы, когда открывается эта ловушка, и тогда легко может родиться этот ребенок. Вот видите, мы должны совмещать эти знания, то есть имея какую-то проблему с рождением ребенка, можем стараться решить эту проблему, например, анализируя свое жилье, подбирать сектора для кровати, для своего стола, то есть там, где вы больше находитесь, чтобы вы наполнялись этой энергией. Конечно, в основном мы всегда подбираем хорошее место для расположения кровати, например, там в энергиях звезд рождения деток, есть там 9-1, 1-9, ни в коем случае нельзя ложиться в звезды, в определенное положение кровать ставить, там, где идет контроль звезды детей, например, сейчас это 8-3, это летящие звезды, 8-4, конечно, друзья, если в карте у девушки проблемы, да, вот, допустим, нет вообще элемента, если в столбе часа сложности, там, или пустота, или ловушка, или еще какие-то проблемы, а проблем может быть достаточно, еще и сектор в помещении у нее тоже плохой, или, например, они с мужем спят в летящих звездах 2-6, это очень старая энергия, это энергия, которая не позволяет родить деток, она энергия дедушки и бабушки, да, у дедушки с бабушкой не рождаются детки, потому что это уже не тот потенциал, вот для этого мы подходим многогранно проблеме, то есть любую проблему при желании можно решить, просто это надо делать грамотно и в полном объеме, конечно, нам всегда интересно увидеть нашу карту, увидеть карту наших деток, для этого надо составить карту Бадзи, это можно сделать на нашем ресурсе надежды калинина.com вкладочка калькулятор и калькулятор Бадзи, вводите дату рождения и увидите перед собой вашу карту и дальше уже по тем наших признакам анализируете, либо если вы это ранее не делали, посмотрите наше видео по ссылочке как составить карту Бадзи и тоже вы сможете это составить и уже зная свой элемент личности как находить элемент звезду детей и в какие периоды идут движения часового столпа можно уже делать предсказания планировать рождение малыша также вся информация находится в описании под этим видео в данном аспекте чтобы мы поняли годы когда приходит возможность рождения детей надо знать час рождения если вдруг не знаете час он тоже восстанавливается то есть по событиям жизни человека можно восстановить час рождения рассмотрим с вами карту опры уинфри это известная телеведущая актриса продюсер ведущая ток-шоу шоу опры уинфри смотрим с вами элемент личности опры это у нас дерево инь соответственно элемент детей звезда детей это огонь огонь в карте есть но какая проблема в данной карте посмотрите здесь у нас этот огонь превращается практически в металл почему есть такая тройка металла сэй юн чоу и звезду детей как бы забирает эта энергия металла энергию детей то есть вот в таких картах могут быть сложности когда элемент ребенка переходит в другой элемент то есть вот эта энергия энергия огня энергия детей которая должна порождать этих деток это энергия деток она получается преобразовывается в какой-то степени в энергию металла это первый признак сложности карте опры и второй признак если мы посмотрим с вами элемент огня сверху у нас вода вода контролирует огонь здесь не сильный контроль потому что вода и огонь внутри это огонь янский потому что в зиме находится ведущий отцы огонь ян но все равно определенный конфликт в энергиях есть и у опры деток не было это не говорит о том что совсем нельзя было родить ей деток просто надо было наверное выбирать периоды которые разрывают во-первых эту связку металла и во-вторых возможно в молодости опры были какие-то ошибки в личной жизни возможно потому что видите там элемент ребенка под контролем и вот эта ошибка наверное создала сложности для рождения деток в будущем потому что у опры деток так и не было при этом она очень интересная женщина она очень известная телеведущая но вот так сложились звезды энергии в ее карте как вы думаете если опра заранее знала лет 15-18 заказали консультацию своей карты бадзе и она уже понимала что допустим с этим аспектом могут быть сложности она бы поменяла свою жизнь вот этот вопрос меня очень часто интересует насколько мы в силах поменять события нашей жизни а не течь по нашей карте бадзи рассмотрим с вами карту известной певицы Валерии все знают что у нее много деток трое деток и мы сейчас найдем эти признаки этих деток в ее карте бадзи ведь наша карта бадзи она отражает нашу жизнь Валерия родилась 17 апреля 1968 года элемент личности огонь и по кругу усин я думаю вы уже запомнили огонь порождает землю значит звезда детей это земля смотрим вот у нас здесь звезда детей коричневого цвета земля ян вот у нас еще земля ян детки и в часе детки то есть есть элемент детей получается она элемент огня и дети ее земля и элемент детей в карте представлен да здесь все три элемента мальчиков земля ян земля ян земля ян но у нее два мальчика и девочка ну такой тоже было трое деток это 21 июня девяносто третьего года она девочка сын ее Артем 25 августа девяносто четвертого года и 8 ноября девяносто восьмого года сын Арсений сейчас мы с вами посмотрим были ли предпосылки в эти годы в годы рождения деток для рождения детей Валерия еще раз напомню это огонь иньский да в столпе часа у нее дерево ян на драконе и дети родились девяносто третьем девяносто четвертым девяносто восьмом году то есть она была в периоде такта с девяносто второго года вода и на быке а мы помним да что земля в карте Валерии это элемент детей и вот в земной ветви вот элемент деток то есть в такте пришла энергия когда в такте приходит энергия это в течение десяти лет могут рождаться дети теперь с вами посмотрим годы девочка у нас девяносто третьем году девяносто третий год это у нас год петуха получается вода на петухе и те кто знают бадзе сразу поймут почему потому что когда приходит петух он сливается с драконом и получается слияние то есть дворец детей активизируется возможно рождение деток второй ребенок родился в девяносто четвертом году девяносто четвертом году у нас уже год с собакем но старым ребенком могли быть сложности а может быть это не запланировано было почему потому что когда столкновения приходят а у нас собака сталкивается с драконом с парочкой столкновений тогда тоже важна событийность но она не всегда запланированная и третий у нас ребенок родился в девяносто восьмом году что мы видим в девяносто восьмом году это год тигра а тигр с драконом по тройке сезона она немножечко слабее действует но все равно есть энергия получается что пришел тигр дракону и это как бы двойка из тройки это не самая сильная энергия для рождения детей но вы помните сколько деток в самой карте если бы в карте не было так много элемента детей возможно в год тигра не родился ребенок но с учетом карты и чуть-чуть добавилась энергии и у Валерии родился третий ребенок при желании он мог родиться и четвертый и пятый например в двухтысячном году тоже пришел элемент дракона мог опять родиться ребенок потому что она находилась в десятилетнем периоде рождения детей подведем с вами итог чтобы предсказать рождение ребенка обращаем внимание на два основных признака это звезда детей для женщины самовыражения и активность часового столпа да друзья есть и другие признаки по которым можно предсказать рождение детей но это немножечко сложнее вот сейчас сразу все объяснить надо больше знаний иметь чтобы вам было легче восприять информацию но даже по этим двум основным признакам можно предсказать годы рождения малышей на какие еще вопросы связанные с детьми вы хотели бы получить ответы пишите в комментариях спрашивайте и я обязательно буду делиться с вами своими знаниями на нашем канале много разных интересных рубрик которые раскрывают аспекты здоровья отношения финансов детей планирования заходите смотрите изучайте ждите следующих видео пишите обязательно комментарии подписывайтесь на наш канал жмите колокольчик ставьте лайки с вами Надежда Калинина Академия Метафизики используя знания метафизики мы делаем свою жизнь успешней